Сегодня наш концерт посвящен теме Иерусалима. Но Иерусалим как образ небесного города, который всех ожидает. Иерусалим просто как название, заменяющее собой название любого города, про который не знали, что еще сказать. Пусть будет Иерусалим. Неожиданные места. Он существовал. Мы сегодня постараемся максимально показать вам все эти ипостаси города Иерусалима. И таким образом у нас наше выступление делится на три части. Первая часть – это часть былинная. Мне кажется, что как раз в былинах наиболее подробно можно встретить описание Иерусалима. То есть эпическое описание, где все-таки Иерусалим именно как такой, как святой город. Там бывает сказано, что там есть храм, в этом храме есть гробница. То есть это наиболее подробное и именно такое эпическое восприятие града Иерусалима. Я сейчас спою духовный стих. Он былинный, древний. Я сейчас немного про былины расскажу как жанр. Просто о подробностях. Былины вообще пестрят подробностями, потому что былины – это такие древнерусские сериалы. То есть люди садились и проводили время. Поэтому в былинах много подробностей, как видеосъемка. Например, там ехал Добрынюшка, ехал Добрынюшка по чистому полю, ехал на коне. Камера наезжает. На коне-то у него, значит, там колокольчики висят серебряные, шнурочки у них золотые. Камера отъезжает. И едет он далеко по чистому полю, подъезжает он к. И камера наезжает. И мы видим множество мелких подробностей. Поэтому былины – такое длинное песнопение. Ну вот, и первая былина – это былина о голубиной книге. Говорится он о том, что вообще почему голубинное? Есть две трактовки. Первая – то, что это как бы потому что Святым Духом написанное. А вторая трактовка – слово голубинное произошло от слова глубинное. Потому что эта книга, в ней написаны все основы мироздания, все самые сложные вопросы, которые человек себе ставит. Вот там есть на это ответы. Откуда пошла земля, как возникло небо, солнце, люди. И вот эта книга огромная, она выпадала в Иерусалиме с горы при громах и молнии. Она была огромная по размеру. Никто к ней подойти не мог и прочитать не мог. Она была очень сложная. И вот сейчас я спою духовный стих «Голубинная книга». Во славном в ограде Русалимове заходила туча, туча грозная, туча грозная, туча грозная, да полуденная. Как из той, из тучи, да из грозная, выпадала книга превеликая, превеликая книга голубиная. Собралось ко книге сорок царей, сорок царей, да сорок царевичов, сорок попов, да сорок поповичов. А никто к книге вот пристать не смел, да пристать не смел, да прочитать не знал. Принимался за книгу распремудрый царь, распремудрый царь Давыд Евсеевич. Он читал ту книгу ровно три годы, прочитал в той книге ровно три листу. Ты скажи, сударь, да распремудрый царь, распремудрый царь Давыд Евсеевич. Да, который город, городом и мати, да, которая церковь, всем церквям и мати, Да, которая река, всем рекам и мати, да, которая гора, всем горам и мати. А скажу я вам, проповедаю, Иерусалим город, городом и мати. Он стоит, тот город, среди земли, Среди земли, что не пуп земли. А потом в ограде, в Русалимове, Стоит церковь соборная богомольная. А в той церкви его соборной Стоит гробница белокаменная. А в той гробнице белокаменной Почивают ризы самого Христа, Самого Христа, Царя Небесного, Потому-то церковь, всем церквям и мати, Иордань река, всем рекам и мати, Окрестился в ней сам Иисус Христос, Потому-то церковь, всем рекам и мати, Фавор гора, всем горам и мати, Преобразился на ней Иисус Христос, Показался во славе ученикам своим, Потому-то церковь, всем горам и мати. Вот в этом стихе вы слышали, причисляется Иерусалим, Что в нем есть церковь соборная, храм, воскресенье, В этом храме есть гробница, то есть кувуклия, Так что достаточно вот так четко, подробно все описано. Ну и еще одна «Былина», это даже не духовный стих, это «Былина» про 40 калик. Калики-перехожие – это странники. И сейчас мы затронем тему. В принципе, мы начинали с духовного стиха о странниках, которые шли в Иерусалим. Это был вид паломничества, с одной стороны, А с другой стороны, это был подвиг, на который брали на себя люди Для спасения от грехов тяжких, Поэтому часто брали особо провинившиеся, Особенно тяжкий грех замаливался человеком тем, Что он шел, ну вы представьте себе, пешком до Иерусалима, Города и обратно. Вот, они приходили, приносили святыни, Они ходили по России, рассказывали о том, как они там были, Как выглядит Иерусалим, показывали святынки, Которые с собой носили странники. Ну вот, сейчас я спою начало такого духовного стиха О 40 каликах-перехожих. Собиралось 40 калик до 40 каликаю, От того от камешика, от серого га, От того чудного креста до лево-нидава, Они клюшки-посошики испотыкали, Они бархатные сумочки исповесили, Они Господу Богу помолились, Во тяжких грехах они престились, А они клали тут заповедь великую, Да и великую заповедь, да тяжелую. Мы пойдем, ведь нонь да в Иерусалим град, Еще Господу Богу помолитесь, Во тяжких грехах нам да проститеся, Во Йордане реки то покупатись, На плаку не трави да покататись, Мы пойдем, нонь да путем дороженькой, Мы пойдем, ведь нонь да верой правдаю. Еще кто из нас, братцы, заворуется? Еще кто из нас, братцы, заплутается? Еще кто из нас, братцы, что соврет? Еще кто из нас, братцы, за блудом пойдет? Не ходите до царей, да до царевичей, Не ходите до королей, до королевичей, Нам судить такова года своим судом. Да, собрали они, да сумки бархатны, Да, пошли они, да по чистому полю. Я хотела сказать, что эта былина основана на реальных событиях. Известно, что в 60-х годах 12 века действительно 40 калик Пошли в Иерусалим, сходили, вернулись, Принесли реликвии разные, там какие-то сосуды церковные, Еще что-то, святыни и отдавали церквям. То есть это действительно было. А про калик, да, все остальное, что написано в этой былине, неизвестно. Там просто длинная история потом, да, Про князя Владимира Красносолнышка, Опять там богатыри наши мелькают, Вот княгиня его, которая пыталась соблазнить начальника калик, За что поплатилась, они сходили, вернулись, Она все это время мучилась, думаю, долго, пока они туда ходили. Вот они ее отмолили, простили, Ну, в общем, там долгая история. Про калик в перехожих. Сейчас существует такое мнение, как будто калики — это калейки. То есть убогие люди, которые ходят, поют духовные стихи. На самом деле изначально, вот в XII, XIII, в каких-то ранних веках, Это было совсем другое понятие. Слово калика происходит от латинского калига. Это название обуви римских солдат. Она была такая, обувь разная была, но она была шипованная. То есть это та обувь, в которой удобно переходить на длинные расстояния. И всякие паломники тоже носили калиги, Поэтому их называли калики-перехожие. Это были не калейки, это обычно были рослые, здоровые мужчины, Которые могли выдержать такие вот переходы большие. Ну да, сейчас мы споем еще один духовный стих, Такой былинного тоже типа, но теперь это духовный стих, житийный. Мы проверяем себе по рисочкам. Духовный стих о Федоре Тиране. Мы споем опять маленький-маленький кусочек. В славном городе, в Росалимове, ой, Жил себе царь Константин Саулович. Наступает царь Юдейский, ой, Со силою, со жидовскою. От его силы юдейские, ой, Прилетала калена стрела. Царь Константин Саулович, ой, Подымал он калену стрелу. Прочитал ярлыки скорописные, О, ой, я возговорил такого слова. Господа вы, ой, я ревогатые, О, ой, христиане православные. Да никто у вас вы не берется, О, ой, сопротив царя Юдейского. Да никто не выбирается, О, ой, старый прячется за малого. Выходила его чадо милое, Ай, младший ловек Фёдор Тиранов. Это, можно сказать, была вторая часть нашего сегодня трёхчасного концерта. Мы хотели сейчас спеть те духовные стихи, где Иерусалим упоминается вне какой-то исторической конкретики, вне зависимости от жизни героев, потому что Фёдор Тиран с Иерусалимом не очень связан, и он вообще предстаёт как сын царя Константина Сауловича, тут, видимо, имеется в виду император византийский Константин. То есть тут такая уже мешанина всяких имён, обрусевшая. И ещё сверху над всем этим город Иерусалим поставлен. Сейчас мы споём духовный стих. Это жанр этих духовных стихов, он очень распространён. Один из самых сохранившихся, дошедших до нас, это духовный стих «Воскресенье рано», рассказывающий о расставании души с телом. Если все остальные духовные стихи, которые фольклорные, дошедшие до нас как устное народное творчество, записывались в советские годы фольклористами, но как-то так они даже не разбирались, они просто поют, но записывались, поют. Эти духовные стихи записывались, потому что традиция эта была жива. Это традиция петь над умершим человеком, над покойником. Три дня пели духовные стихи, читали псалтирь и пели духовные стихи о расставании души с телом. Поэтому этих духовных стихов сохранилось особенно много. Но вот сейчас один из таких духовных стихов мы вам и споем. Воскресенье рано, солнышко взошло, Аллилуйя, солнышко взошло, Иде вышло, Господи помилуй. А одна дева крест в руках несла, Аллилуйя, А друга дева котелон несла, Господи помилуй. А третья дева три книги несла, Аллилуйя, А навстречу им Иде на Божья Мать, Господи помилуй. Ой, девы, девы, Где ж вы ходили? Аллилуйя, А мы ходили Взгляд в Иерусалим, Господи помилуй. Ой, девы, девы, Что ж вы видели? Аллилуйя, А мы видели Дивное диво, Господи помилуй. Дивное диво, Чудное чудо, Аллилуйя, А как душа с телом Разлучалась, Господи помилуй. Как тебе тело Век в земле треть, Аллилуйя, А как мне душе На небо лететь, Господи помилуй. Как тебе тело Спокойно лежать, Аллилуйя, Как мне душе У Бога ответ держать, Господи помилуй. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И для начала Мы споем духовный стих, Стих Семёна Глаголыша, Это стих письменной традиции, Стих XVI века. Записана и мелодия, И текст. Мелодия записана Не теми нотами, К которым мы привыкли, А древней русской нотацией, Крюки. То есть такие значки Иероглифические, Которые показывали Направление мелодии. И вот в этом стихе Говорится, что Симеон видит, Как Господа принесли в церковь. Но мы знаем, Что церковь тогда была одна. То есть это был Иерусалимский храм, Других храмов не было. О нем и поем. Симеон Глаголыша, Едак Давиде приносима В церковь Господа Отпустима царю Владику Да не вижу рода євреївська На тя зуби скрепчуща Да не вижу пила то судима Да не вижу полоните за ушаема Да не вижу кокресту тебя Пригвождаема Да не вижу кокресту тебя Пригвождаема Да не вижу кокресту тебя Отстом з желчію Напаяєма У тоби законених омужей Да не вижу кокресту тебя Да не вижу гробу тебя Пригвождаема Спасти по пришелу Яку младенеца на руку Возрежите Рожденний От отеца без матері И напоследньо Коїй з матері Без отеца Спасете душа наша Я ще добавлю пару слов про прозвучавший стих Это монастырская традиция Он необычный, ви, наверное, услышали Потому что обычно духовный стих Это рифмованный текст И это куплеты повторяющиеся Здесь нет никаких куплетов Здесь прозаический текст И мелодия как бы развивается, следует за словом Такой принцип композиции древний Он гораздо древнее, чем тот, к которому мы привыкли Куплетный И пели мы не в унисон Не всегда в унисон Хотя знаем нараспев Это унисон Пение полностью в один голос Хотя есть народная традиция Которая явно что существовало уже в XVIII веке так пели То есть пели с подголосками Один голос немножко отклоняется от первого А потом опять в него вливается Ну и сейчас мы споем так целый цикл духовных стихов Это духовные стихи, посвященные страстям Христовым Которые, естественно, проходили в Иерусалиме Вот сейчас он у нас так как-то фоном проходит Город Иерусалим И первый духовный стих Это с чего и начинается страстная неделя Это вход Господень в Иерусалим Город 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 Иерусалим этом музыкальном инструменте наверно не всем видно да чуть-чуть подниму его инструмент называется колесная лира колесная потому что у нее есть колесо когда я кручу ручку колесо задевает сразу за три струны задевает за три струны и они все сразу звучат тут всего три струны две струны крайне настроены так что они не перестраиваются во время игры они звучат постоянно издают один и тот же звук средняя струна а у нее есть клавиатура соответственно можно менять длину струны соответственно можно играть мелодию тут есть флажки какие-то такие колочки которые можно подстраивать подкручивать в одну или в другую сторону и вот они когда касается струны струна сразу укорачиваются звучащие инструмент по своему типу вот этот у меня новый инструмент несколько пять лет этому инструменту а на самом деле инструмент очень древний его история теряется в веках и видимо начинать надо на востоке на сирии где возможно уже даже начале нашего тысячелетия может бы даже чуть чуть раньше уже существовали подобного типа инструменты возможно с крестоносцами они были занесены в европу возможно немножко раньше но вся европа играла средние века возрождения и дальше и да и до сих пор народные всякие ансамбли европейские во многих странах играют вот на таких инструментах они могут быть разные формы чуть продолговатые вот у меня формы как виолончели как альт они могут быть вот не такой не скрипичной формы до форма может и к даже квадратная и просто вытянутая овальная есть такие инструменты в которых вместо колеса смычок то есть человек играет на смычком но в то же время есть клавиатура то есть вообще колесная лира это инструмент который близок скрипки вот как ни странно да это механизированная скрипка где вот вместо смычка колесо а вот на лады человек уже 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 есть клавиатуру поставлены на лады это когда конечно тяжелее то есть тонкости какие-то уже нельзя сыграть такие как можно на скрипке но с другой стороны любой человек может взять колесную лиру и играть на ней очень очень просто сейчас хотел ремарку сделать так сделай я к очень очень просто потому что это простой инструмент а европейские инструменты там не одна струна там там четыре бурдона две игровые струны и то как играют европейские музыканты это вообще виртуозный виртуозный инструмент требующий хорошей хорошей школы спасибо конечно вот но я хочу сказать что там в европейских лирах в основном есть трампет такая штучка которая вот дает ритм еще помимо из звука еще ритм вот на трампете играть очень сложно говорят что лирник пол пол жизни учится настраивать лиру а вторую половину жизни он учится играть на трампете вот то есть настраивать лиру тоже очень сложно потому что это такой сложный механизм за где одно зависит от другого да но вообще главное отличие использование лиры даже не устройство использование лиры в европе до сих пор колесная лира это инструмент для народной музыки полинскала для танцевальной музыки и под нее танцуют и радуются жизни а в россии а также на украине и в белоруссии под колесную лиру поют и в россии это вообще такой целенаправленно для исполнения духовных стихов музыкальный инструмент у нас вообще музыка с вами богослужебная духовная она капельная в основном то что вот гусли под гусли я играю это традиция начала 20 века нет конца 20 века потому что не пелись духовные стихи под гусли духовности перец просто так а это уже вот современные музыканты придумали эту традиции она уже так прижилась что мы даже как-то не задумываясь о том что может быть по-другому вот вот под колесную лиру духовные стихи пелись всегда еще добавлю что к нам как попала колесная лира уже из европы через польшу на украине в основном это лирники были это украинская территория и юг россии немножко брянские были а вот на украине были лирники сейчас просто очень коротко скажу что там трагическая такая была история при сталине что их же очень много было и они ходили от села к селу они как бы связывали народ таким образом вот духовными стихами они вот объединяли в принципе народ и на религиозной почве и сказали что как вот их как как бы так сделать чтобы этого не было и созвали сказать что он будет такой съезд лирников их всех решили собрать и до записать и их как-то посадили в один поезд этот поезд пошел под откос и вот в принципе осталось там ну один-два человека и все мы вернемся к духовным стихам мы вернемся к страстям христовым и сейчас мы вспомним опять сокращенный вариант духовного стиха он длинный это псальма псальмы это поздний жанр духовных стихов он сохранился в тетрадочках от руки переписанных бабушками иногда существует только текст иногда текст и мотив это вот для домашнего такого пения сохраняли особенно понравившиеся духовные стихи себе переписывали это стих как раз о страстях христовых записанный в белгородской области полно муки и томленья и святых обильных слез и святых обильных слез господь в часы боренья муки руки чистый я вознес руки чистый я вознес пришел час настало время под слеза его бежит под слеза его бежит дух над верною и молитвой смертный час его крепит смертный час его крепит он покинут в час мученья в час страдания своего в час страдания своего он один в часы боренья где же спутники его где же спутники его вы не спите до рассвета близок близок смертный час близок близок смертный час вот прольется кровь завета кровь мои друзья за вас кровь мои друзья за вас крики громы раздаются смерти требуют они смерти требуют они крики грозные несутся они кричат его распни они кричат его распни на кресте почил казненные наш господь и наш творец наш господь и наш творец пронесся стон его кончины из конца в землю конец из конца в землю конец вот раскрылись а могилы и голгофа сотряслась и голгофа сотряслась за навеса посредине в храме вся разодралась в храме вся разодралась следующий духовный стих это соединенные в себе ну нет не соединенные это хождение богородицы тоже очень распространенная такой тема текст распространенный много духовных стихов с этим текстом это о том как ходила пресвятая дева бывает что она приуснула видела еще поэтому называется сон богородицы видела как ее сына распинали ее утешают не плачь не плачь деву потому что сын твой воскреснет что интересно что когда стали заниматься мы духовными стихами в ансамбле узорика в котором мы тоже обе поем мы поем не только русскую европейскую музыку и мы нашли в записи французский духовный текст духовный стих с точно таким же текстом где тоже пресвятая дева шла встретила она креститель он и спрашивает куда идешь на горит я иду смотреть как сына моего распинают так что оказалось что это не только такая русская но даже интернациональная такая тема ну и сейчас я спою духовный стих это не красовцы казаки-некрасовцы в океан и море камень ляжет на том и каменью книга ляжет книга ляжет и а и Перед ними стоит, да и сама Божья Мать. Перед ними стоит, да и сама Божья Мать. Не то плачет, горько рыдает. Не то плачет, горько рыдает. Все слуги я ее умоляю. Не плачь, не плачь, да Мать Мария. Не плачь, не плачь, Пресвятая. Да и как же мне, да и не плакать. Мого сына жиды взяли, Жиды взяли, да и распяли. Терновый венец на голову клали, Терновый венец на голову клали, Веном с желчью его причащали. Не плачь, не плачь, да Мать Мария. Не плачь, не плачь, Пресвятая. Твой сын тридневен, да и воскреснет, Вознесется, да со славою. Ему песнь запоет Ижихи Рубинску, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Богу слава. Аллилуйя, Богу слава. Сейчас я спою уже пасхальный кант. Кант восемнадцатого века «Иерусалиме светлый над звездой». Днесь буди, Всего царь твой спас от адамся люди. В островите ангелу в линии, Смерть попрана в линии. Всякое древо цветы пускает, Земля траву прозевает, прозевает. О воскресенье спасите его выграйте, Горы и реки из человеки спевайте. Горы в уме дебри помраченны, Ныне высвета исполненны. Солнце сильнее лучи пускает, Под скалой темной все освещает, Все освещает. Ангелку небесный камень От гроба удостанет, Мироносицам вельею Радость объявит. Скорбе малинии от яд горькую, Веседите галерийскую, Тому ищите воскресшанныне, Всем расскажите о чуде дивне, о чуде дивне. АПЛОДИСМЕНТЫ В принципе мы близки к завершению. Сейчас поем еще один пасхальный духовный стих, Потому что что еще ближе к Иерусалиму во всех значениях этого слова, Как ни Пасха, ни место воскресенья, И ни то обещание того небесного Иерусалима, Которое нас ждет впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ 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 еленская совсем недалеко от старого города вот я хотела бы просто сказать что интересно что и здесь тоже в новом русалиме есть и гора или он и гора фавор и есть вифания которая должна была прозвучать в нашем концерте но к сожалению не прозвучало и храм гроба господнику вуклия так что вот такие переключки переключки и с новым иерусалимом у нас есть духовных стихах а а а а а а Милость Твою кто узреть может? Пусть на Твоих тристиан верны, Вещают о делах Твоих безверны. Хочу чудеса на небеса Творя, Славу Твоей полагану на земле, Голубы торжествуют, леса ликуют. Зря Господь нес славу, Елеоновская гора веселится. Бога да Господь в небо возносился, Возносился во сиянии славы, Слава Боже, Тебе слава! Возносился во сиянии славы, И слава Боже, Тебе слава! Слава Боже, Тебе слава!